рама все седьмой час elder scrolls 3 morrowing в общем нам надо помочь девушке вот этой да которая психически больна для этого надо поговорить с каким-то мужиком который является зачаровывателем в зале мастеров что-то в этом роде это я уже в интернете читал я поэтому не знаю я сам туда не ходил напишу что куда-то туда надо так дом геона анулина аулина и он анулин привет приветствую я геон анулин коллекционер артефактов да я собрал грандиозную коллекцию редких вещей извиняюсь некоторые из которых ты можешь видеть здесь в настоящее время я работаю над поисками последней вещи в наборе это очень редкий кинжал дрота было очень тяжело выяснить где он находится я погорел с геоном аулином ищущим кинжал дрота для завершения своей коллекции кинжал дрота это один из нескольких кинжалов сделанных ремесленниками во вторую эпоху они были изготовлены для группы аристократов данмеров и на каждом из них был знак владельца конечно же чтобы отличить их от обычных кинжалов требуется наметанный глаз я собрал их все кроме одного кинжала дрота а недавно я узнал что находится во владении вдовы арнсетендас не мог бы ты помочь мне заполучить его да я помогу превосходно вот что я скажу тебе арнсетендас недавно овдовела ее муж санлас был местным аристократом но у него накопилось очень много долгов за последние годы после его смерти вдова оказалась весьма затруднительным финансовом положении поэтому она возможно согласиться расстаться с этим кинжалом за некоторую сумму если же ты найдешь другой способ изъять кинжал у нее пожалуйста не упусти эту возможность я с лихвой компенсирую все твои расходы обещаю тебе я согласился помочь геону аулину достать кинжал дрота мне нужно отправиться в поместье тендас находящиеся в жилом районе арнсетендас возможно тебе с ней больше повезет чем мне до сих пор ты можешь найти ее поместье тендас в жилом районе я прошу тебя попробуй сделать все для все до продажи поместья иначе будет поздно как я понимаю она продается аукциона некоторые из вещей ее мужа я беспокоюсь что кинжал дрота может быть выставлен на аукционе я потеряю его след и я не могу допустить чтобы он был выставлен на аукцион ну кстати это я же с ней разговаривал уже принципе с ней к ней сейчас нужно просто быстренько вернуться ну так сперва я все-таки его дома смотрю как раз он сейчас ничего не видит ворую я бы даже сказал надо что-то брать ничего интересного 50 монет утащил небольшие запасы алкоголя короче погнали с этой вдовой разговаривать как я понимаю мне просто придется просто придется выкупить у нее этот метр жал я не буду воровать просто как бы потому что это аморально и и так беда не так беда у него муж погиб да ты насчет продажи поместья понимаешь я пока еще не совсем готова к этому да тебя интересует какой-то определенный предмет ты случайно не был знаком с моим мужем кинжал дрота надо же какое совпадение моего мужа был такой редкий предмет насколько мне известно я не знаю где он взял его и откровенно говоря мне такие вещи не нравится но ты похоже хороший человек поэтому я предлагаю тебе сделку мне он всего все равно не нужен поэтому я готова расстаться с ним ну скажем за 600 золота по рукам я принимаю ваше предложение очень хорошо я буду рада избавиться от него но опасайся гиона аулина это противный коротышка который уже давно хочется получить его но я из вредности отказалась продать кинжал им из вредности я прибрел приобрел кинжал дрота у арн сетендас я должен вернуть его гиона аулину чтобы он мог завершить свою коллекцию теперь это не имеет значения его больше нет а мне нужно жить дальше бедняжка чем могу сказать так кинжал у меня отдаем его коллекционеру всего тебе самого наилучшего достал кинжал дрота и как форис рейшн один тебе удалось достать этот кинжал вот кинжал фантастика я не хочу знать все детали того как тебе удалось добыть его на самом деле мне даже лучше не знать вот твоя оплата я полагаю ты найдешь что это несколько больше чем стоит этот кинжал я очень ценю то что ты сделал для меня он мне заплатил аж 800 золотых то есть я еще и в плюсе остался на 200 золотых гиона аулин был счастлив что кинжал дрота вернулся к нему и заплатил мне за него 800 золота купил за 600 продал за 800 неплохо так куда идем дальше пустое поместье пустое поместье давайте пустое поместье посмотрим на какие-то привидения будут жить или крысы что-нибудь в этом роде доступный язык это газетка отпечатана дешевые а это та же самая газета которую я читал разоблачение хелсета который убивает своих конкурентов как наш путин и тоже кстати самый успешный отравитель то же самое вот наш лысый лысый диктатор абсолютно такой же поэтому я буду против хелсета в этой игре сто процентов до глава левый так а вот эти ребята что тут делают кстати говоря до гор до вор войны эти ребят точки это бандиты тебе нечего здесь делать темный эльф я предлагаю тебе развернуться и идти туда откуда пришел и забыть о том что ты вообще видел нас так давайте попробуем убедить чтобы уж точно быть уверенным что они ничего против но что этот товарищ мне скажет все что может сказать дела если подумать возможно мне стоит отнестись тебе серьезнее ты похоже парень не промах мы инвестируем в будущее понимаешь город сейчас живет под покровом страха даже слепой гуар может понять что напряжение между империи имперцами и храмом скоро выплеснется на улице когда это произойдет каждый темный эльф будет сам за себя да ну вот мы собираем все для этого момента который определенно неизбежен если подумать и возможно ты сможешь помочь нам я встретил в пустом поместье мурнхолда до вора орена он утверждает что готовится какой-то войне между храмом и имперцами мы очень хорошо знаем что нам нужно мы также знаем впрочем что мы не можем предпринимать активные действия пока не настало нужное время наши действия наверняка будут истолкованы неверно и с нами поступят как с обычными преступниками а эти жирные коты вроде сос соси она будут рассказывать среди белого дня как будто они святые сессиан ох я уверен что ты видел его расхаживающим с таким важным видом как будто он сам лорд виви конечно же никто даже и не заикается этих ужасных вещах что он сотворил чтобы занять свое нынешнее положение да и зачем он всего лишь один и всего лишь еще один аристократ до которых мурнхолде никому не дело но орудия которым использовал для того чтобы вознестись над другими это именно то что нужно сегодня мурнхолду и нужны они именно мне ты не хотел бы добыть их для меня да я достану их превосходно хотя эта идея может показаться неприятной на первый взгляд уверяю тебя ты окажешь всем большую услугу фрис развлечь на один и конечно же деньги тоже могут облегчить чувство вины если это будет проблемой для тебя просто принеси мне его меч и кирасу и деньги будут твоими ты вероятно найдешь его как всегда проси просиживающим штаны в этом чертовом баре довор о рэн попросил меня найти в крылатом гуаре социана и забрать его меч и кирасу мне придется убить его но в рэн уверяет меня что это праведное дело уверяю тебя он заслужил то что с ним случилось никаких последствий не будет мы очень хорошо знаем что нам нужно мы также знаем впрочем что мы не можем предпринимать активные действия пока не достал нужное время так с этим короче это такая местная маленькая такая какая-то морок тонковская гигида и что это безопасно поговори с довором так довором эти ребята со мной не будут разговаривать но что у них есть начальник так посетил заброшенное поместье дом игнатиуса флаккуса исповедь поедателя скумы да нет это я читал скорее всего так здесь никого игра за обедом читал интересная книга всем рекомендую а где хозяин то почему здесь никого нет ухо что здесь черт возьми происходит чё это за стена магическая там эти разрушенные значит вимерские механизмы ну рассказывать божеств и империя гражданин игнатиус флакус приветствую темный эльф я полагаю ты пришел посмотреть на битвы на арене роботов мне очень грустно говорить об этом но некоторое время не будет никаких битв если только ты не найдешь возьму возможным помочь мне отремонтировать моих роботов арена роботов будучи мастером экзотических зачаров зачарований мне удалось реанимировать несколько боевых роботов найденных в 2 мерзких развалинах и теперь я провожу публичные бои роботов когда только могу жители мордхолды называют мое зрелище ареной роботов отремонтировать моих роботов мой опыт зачаровывателя не превзойден но мои роботы так износились и порвали друг друга в боях что мне просто не обойтись без некоторых новых частей ты не мог бы помочь мне и принести части которые мне так необходимы да я помогу тебе я рад слышать это если ты принесешь мне 10 2 мерзких обрезков металла я смогу сам сделать из них необходимый для ремонта части а когда я починю своих роботов возможно я позволю тебе посмотреть на их бои я был нанят игнатиусом флакусом и должен принести ему 10 обрезков металла необходимых для ремонта его 2 мерзких боевых роботов но я в любом случае встречусь еще с этими 2 мерзкими роботами поэтому успеем еще специально я не побегу собирать обрезки ты принес обрезки металла не лги мне чужеземить если ты хочешь видеть мои роботов которые прийти мне 10 обрезков металла принесу не беспокойся так вот этот сундук он он же не видит попробуем ради про спортивный интерес скрыть тут такие зелья дешевые стандартные ой по пустой поместье я посетил поместье андурен дилдрис андурен что ты здесь делаешь приветствую темный эльф я не знаю о чем ты думал вот так просто заходя в мой дом но раз уж ты зашел ты случайно не видел моего мужа где-нибудь неподалеку а у моего мужа последнее время появилась плохая привычка уходить куда-то ночью и возвращаться только под утро если он вообще возвращается я не знаю что и подумать боюсь что он изменяет мне не мог бы ты найти его просидеть за ним и рассказать мне чем же все таки он занимается да я помогу тебе может быть ты сможешь выяснить чем он занимается я слышала что его иногда можно найти ошивающимся перед таверной крылатый гуар и вик его знает велик его знает что он там делает иди туда и сядь ему на хвост но не приближайся слишком близко если он почувствует что кто-то следит за ним он сразу станет подозревать меня просто выясни чем он занимается если есть эта женщина то я не знаю делай что сейчас нужным возвращайся ко мне когда все выяснишь обеспокоенная благородная дама дэлдрис андерен наняла меня шпионить за ее мужем которого она подозревает в измене его можно найти ночью в гостричи у входа в таверну крылатый гуар я должен незаметно последовать за ним а затем сообщить о том что увижу дэлдрис ты не смог еще найти моего мужа что ж продолжай пытаться его часто видели у таверны крылатый гуар по ночам попробуй проверь там все квесты практически сосредоточенный возле таверны так если я взломаю она наверно увидит да не буду заморачиваться даже ничего там цену все равно не будет верен почему-то в этом аддоне что-то в этом аддоне сундуках часто попадаются столовые принадлежности так посетил я поместье андерен дом игнатиуса флаг а я же там был по моему да или нет не помню а вот этот это понятно игнатиус лакерс от который бои роботов устраивает дом геона аннулина я тоже был так музей артефактов давайте туда тораса арама приветствую я тораса арам смотритель музея артефактов мурнхолда этот музей является частным фондом и пытается собрать и демонстрировать как можно больше артефактов из этой части света если ты захочешь продать что-нибудь и тебе кажется что это будет интересно музею принеси этот предмет сюда и мы оценим его стоимость но помни впрочем воровство это серьезное преступление и гарантированный смертный приговор для того кто достаточно глуп чтобы попробовать украсть здесь что-нибудь я погорил сто раз и арам смотрителем музея артефактов я могу приносить ей артефакты которые я хочу продать и музей заплатить за них ботинки апостола носимые табер им септимом вероятно это подарок талосу подарок талосу короны бури от седобородых потрясающих в праздничном просто потрясающе и ты желаешь продать их музею хорошо тогда я могу предложить тебе за них 27 с половиной тысяч золота в качестве компенсации оставить этот предмет у себя хорошо что же ты сделал свой выбор ну у меня оказывается ботинки апостола что ли надеты да у меня один реально ботинки апостола я не готов их продавать музей заинтересован в покупке уникальных артефактов со всего мороин да если у тебя есть что-нибудь что может заинтересовать нас мы можем обсудить детали только предупреждаю заранее музей готов предложить за любой если факт только половину его стоимости и не более 30 тысяч золота понимаешь у нас очень ограниченный бюджет ибанитовая кольчуга она ибанит вы кольчугу тоже покупает а музей всегда заинтересован в расширении своей коллекции ты можешь продать что-нибудь я впрочем должна предупредить тебя все сделки являются окончательными это не ломбард ты не можешь вернуться и забрать проданные тобой артефакты также я могу сказать тебе что музей готов предложить 50 процентов стоимости любого артефакта до тридцати тысяч золотом я полагаю ты найдешь это предложение более выгодным чем где-либо в другом месте кстати вот теперь я понял сейчас надо возвращаться по идее храм где я там эту дейдрическую клеймору еще что-то там выкладывал и продать здесь просто вот и все все равно цены не кон все равно гигантские даже половина цены это очень дорого кризомер она может купить у меня так ладно я просто буду иметь это ввиду я сейчас специально не побегу затем за той клеймору дейдрической знаменитые артефакты там реле охренеть ну чё почитаем эту книга уникальная ее не было в оригинальной игре артефакты там реле ниже приведены некоторые из самых легендарных предметов которые можно встретить там реле существование некоторых из них доказано в то время как другие могут оказаться всего лишь легендой тем не менее эти предметы прочно обосновались в сказках которые мы рассказываем нашим детям а они затем будут рассказывать своим детям кольчуга повелителя иногда называемая доспехами мэри хаоса или подарком киноред это древний кирас обладает невообразимыми свойствами она дает носящему ее способность восстанавливать здоровье отражать заклинаний и при особом использовании лечиться от отравления говорят что если киноред признает носителя этой кирасы недостойным то отберет кольчугу повелителя и она будет спрятана до появления следующего избранного и бонитовая кольчуга это вот который на мне надета бонитовая кольчуга это доспех созданный в доисторическую эпоху богини темных эльфов баэтой только она определяет кто может владеть этим доспехом и насколько долго сила доспеха дает носителю защиту от огня магии и магический щит мало того что только баэта определяет кто и сколько времени будет носить и бонитовую кольчугу она может быть при этом еще и очень капризной разрушитель заклятий разрушитель заклятий внешне выглядит как большой двемерский щит на самом деле одна из наиболее древних реликвий тэмриэля кроме того что этот щит сыграл большую историческую роль в битве руркина шалидора он предохраняет носителя практически от любого заклятия отражая магию или накладывая заклятие тишины на того кто пытается читать заклинания говорят что разрушитель ищет своего первого владельца и ни с кем не остается надолго но для большинства даже кратковременное владение разрушителем дает большую силу хризомер это вот месяц которым я сейчас данный момент бегаю клинок паладина это древний клейморт чьи способности к нападению перекрываются только его же способностями к защите он придает носителю здоровье защищает его от огня и отражает любые направленные на него заклинания обратно на мага хризомер не слишком перебирает носителями служа хозяину в течение неограниченного времени посох магнуса встречал я где-то этот посох в оригинальной игре но сейчас уже хрен знает где он находится может быть у меня в поместье лежит кстати в трупе хлаула посох магнуса один из старейших артефактов тамриэля был создан магнусом как некая метафизическая батарейка при использовании он вбирает в себя здоровье и магическую энергию жертвы посох всегда покидает носителя прежде чем тут станет слишком силен и разрушит магический баланс который должен охранять кольцо чернокнижника тоже по-моему я встречал ну могу ошибаться может ошибаюсь кольцо чернокнижника архимага сиробана один из наиболее популярных артефактов описываемый описываемых в мифах и в мифах и сказках согласно сказкам сиробан спас весь континент используя это кольцо и с тех пор она помогает искателям приключений достигать возвышенных целей она дает носителю возможность отражать заклинания повышает скорость и восстанавливать здоровье никто не может носить его слишком долго потому что полностью и охотно она подчиняется только сиробану кольцо финостера это кольцо я сталкивался в оригинальном орунде кольцо финостера создано сотни лет назад человеком которому была нужна хорошая защита чтобы сохранить свою жизнь которая была заполнена приключениями благодаря кольцу финостер прожил несколько сотен лет и с тех пор она время от времени меняет хозяев кольцо усиливает защиту от яда магии и шока финостер умело зачарова зачаровал кольцо так что она всегда неожиданно покидает любого своего обладателя кроме самого финостера и отправляется в секретное место кольцо хаджита кольцо хаджита древние реликвия на сотни лет старше раджина вора который сделал это кольцо знаменитым раджин использовал его чтобы стать невидимым и передвигаться быстрее ветра использование этого кольца сделало его самым удачливым вором эльсвейра окончание пути раджина осталось тайной но согласно легенде кольцо восстало против постоянного использования и исчезла оставив беззащитного раджина рядом с его врагами булава молакбала также известная как булава вампира это булама булава высасывает из жертвы магическую энергию и передает ее носителю также у нее есть способность перекачивать силу от жертвы носителю молакбал довольно спокойно относится к тому кто владеет его булавой про нее сложно множество легенд похоже с ее помощью был убит не один волшебник маска клавикуса вайла так ощущение что тоже что-то знакомое но могу ошибаться по крайней мере клавикус вайл это точно имя мне попадалось очень тщеславный клавикус вайл сделал эту маску лично для себя слушайте а я не на не в ней ли сейчас нахожусь маска клавикуса вайла естественно я же в ней и нахожусь сейчас очень тщеславный клавикус вайл сделал эту маску лично для себя носитель и и имеет большую вероятность понравится любому из жителей там реле чем выше привлекательность самого носителя тем сильнее действует маска наиболее известная история о маске эта история дворянки овале и будучи еще совсем девочкой она была сильно изуродована злобным слуг слугой овалея заключила некую мрачную сделку с клавикусом вайлом и получила маску несмотря на то что маска вроде бы и не изменила ее внешний вид овалея получила всеобщее уважение и восхищение спустя год и один день после свадьбы после свадьбы овалея с очень родовитым бароном клавикус вайл забрал маску беременная овалея немедленно была изгнана из поместья барона а еще спустя 21 год и один день дочь овалея отомстила за свою мать убив барона бритва мехруна извиняюсь и пивасик себе просто пью немножко темное братство хранила этот эбонитовый кинжат и кинжал поколениями этот артефакт способен мгновенно уничтожить любое живое существо история не зафиксировала ни одного имени носителя бритвы но однажды в результате ужасной внутренней борьбы темное братство было почти братство было почти уничтожено такой результат указывает на участие бритвы в событиях кираса из шкуры спасителя один из артефактов герцина один из артефактов герцина кираса из шкуры спасителя обладает способностью отражать магию легенда говорит что герцина заполучил шкуру первого и последнего смертного который сумел выбраться из его охотничьих угодий из шкуры этого неизвестного смертного и была сделана магическая кираса которая должна была помочь ему в дальнейших приключениях говорят что кираса путешествует от одного носителя к другому по своему собственному разумению копье горькой милости вот это я точно не встречал хотя хер знает копье горькой милости один из наиболее таинственных артефактов в истории о нем не известно почти ничего нет значит не встречал сто процентов о нем нет никаких писанных легенд но многие упоминают о его диэдрическом происхождении единственная известная легенда упоминающая о нем это легенда о герое который с помощью этого копья победил мех руна догона и отвоевал battle spire с этого времени копье горькой милости редко появлялась в тамриэле бич даэдра бич даэдра сильная булава сделаны из священного эбонита в огнях фикле дайра легендарное оружие маккана она служила жестоким оружием для отправки темных духов обратно в обливиун также это оружие обладает способностью вызывать духов из обливиуна сначала она использовалась против лордов даэдра в battle spire а теперь сопровождает искателей приключений в странствиях по дорогам тамриэля лук теней легенда говорит что лук теней был создан даэдра nocturnal легендарный рейнджер рейнджер раэрлас получил этот лук для выполнения какого-то секретного задания задание он провалил а лук был утерян раэрлас недешево продал свою жизнь и с помощью этого лука забрал с собой в могилу множество врагов этот лук дает носителю возможность становиться невидимым и увеличивать его скорость с тех пор появилось множество свидетельств о появлениях лука теней говорят например что им владел драм зловещий темный эльф ассасин второй эпохи лук тени не то что будут знакомые но может быть мне кажется кулаки рандагульфа это сто процентов я не встречал рандагульф из клана бегалина вошел в историю тамриэля как один из самых сильных воинов скайрима он был известен храбростью и свирепостью в бою и сыграл важную роль в ходе ни одной битвы свою судьбу он встретил когда король харальд завоевал скайрим король проявил уважение героя и оставил перчатки рандагульфа себе после смерти короля они пропали харальд говорил что они придают силу своему обладателю ледяной клинок монарха ледяной клинок монарха один из самых желанных артефактов тамриэля легенда говорит что злой архимаг альмион сельмо зачаровал клеймор великого воина с помощью души ледяного монарха более сильной формы ледяного атронаха воин тюргнар асси принимал участие в заговоре против великого короля далекой земли который ставил своей целью посадить на трон нового лидера заговор провалился а тюргнар был пленен этот меч замораживает каждого кого коснется клинком он часто меняет владельцев никогда подолгу не задерживаясь на одном месте кольцо окружения об этом артефакте мало что известно но говорят что кольцо дает носителю возможность сливаться со своим окружением кольцо окружения я точно в оригинальном маронде по-моему видел может быть оно вот в том озере валялось когда меня два мошенника пытались убить попросив вытащить кольцо мне кажется это оно могу ошибаться опять же ботинки апостола ботинки апостола истинная тайна говорят что они дают владельцу возможность летать но никто никогда не видел их в действии я на них уже пол игры прошел кольцо учителя об этом кольце мечтает любой кто изучает магию оно повышает мудрость и интеллект владельца позволяя более эффективно использовать магию говорят что создателем кольца был верховный маг карни асрон он создал его для учеников которые занимались магией под его руководством после его смерти принадлежавшие ему предметы в том числе и кольцо разметало по всему тамриэлю кольцо ветра это кольцо я точно сталкивался где-то по моему да про это кольцо достоверно ничего не известно но название позволяет предположить что оно повышает скорость владельца вампирическое кольцо вампирическое кольцо один из наиболее древних и смертельных артефактов тамриэля говорят что кольцо обладает силой которая позволяет отбирать здоровье у жертвы и передавать его своему владельцу истинная природа и происхождение этого кольца неизвестны но старики рассказывают что оно было создано много лет назад в мороуэнде последователями тайного культа вампиров вампирическое кольцо очень редкий артефакт о его появлении упоминается с периодичностью в несколько десятков лет символ элеидона первый раз слышу пару глоточков пива разрешите сделаю уже устал читать 20 страниц как никак элеидон святой рыцарь легенда истории бретонов он постоянно боролся со злом и пытался исправить его согласно легенде он спас дочь одного барона от верной смерти в руках злого вождя в награду барон потратил чуть ли не все свое богатство чтобы создать магический щит специально для элеидона этот щит позволял ему быстро исцелять свои раны посох хаседоки хаседоки был волшебником в котором жил дух соперничества он странствовал по земле в поисках мага который был бы сильнее его но он был очень сильным и никогда не встретил никого кто принял бы его вызов в итоге он стал одиноким и несчастным настолько много людей бояли боялась его и заключил собственную жизненную силу в этот посох где его душа остается по сей день маги всего тамриеля страстно ищут этот волшебный посох он дает владельцу защиту от магии а это подарок для любого волшебника о господи ты боже мой извиняюсь называется сделал два глотка сделал два как это называется два рыгка шлем бладворм король червей оставил после себя как минимум один ценный артефакт шлем бладворм это конструкция из магически сформированных костей он позволяет носителю вызывать скелетов и контролировать нежить очень ценный артефакт для любого некроманта кераса кости дракона это кераса один из величайших артефактов которые могут использовать коллекционеры и герои она сделана слушайте а у меня не такая кераса дайте посмотрю нет у меня эбонитовая кольчуга обычная к сожалению она сделана действительно из костей дракона и зачарована первым имперским боевым магом цурином арктусом в первые годы третьей эпохи это действительно уникальные вещи очень многие хотели бы ей обладать ее свойства защищают владельца от огня и позволяют поражать противников огненным взрывом говорят что наложить заклятие на керасу цурина арктуса заставило то что он задолжал какому-то странствующему воину как и воин эта кераса никогда долго не остается на одном месте крушитель черепов это я точно встречал он по-моему у меня в андерфелле лежит в поместье крушитель черепов это очень большое и очень мощное оружие этот боевой молот был создан великим кузнецом хильбонгардом ролламусом и зачарован магом дурах дурахом гусалом сталь магически укреплена но оружие при этом осталось очень легким так что молот бьет со страшной силой и скоростью этот молот был предназначен для демонстрации на празднике но воры добрались до него раньше крушитель путешествует по тамриэлю в поисках своих создателей золотой меч этот меч окутан плотной завесой тайны воры рассказывают истории о том что сделан он из золота и откован древними драконами севера история рассказывает что он был дан великому рыцарю который присягнул защищать драконов этот меч дает владельцу способность поражать врагов огнем в новой истории упоминаний о появлении этого меча нет видимо он все еще ждет нового героя клык хайне хайне кт намет клык хайне кт намет блин это что надо такое придумать известно что в болотах чернотопия живут существа которые арганьяне называют вамом вамасусы северяне обнаружили что это разумные драконы которые от природы обладают способностью вырабатывать электричество один из самых сильных драконов хайне кт хайне кт намет был убит северянами хотя бой занял 7 дней и ночей и стоил множество человеческих жизней один из спасшихся взял клык чудовище в качестве трофея этот клык был вделан в клинок и оформлен как кинжал он таинственным образом перенес на клинок часть магических свойств существа и дал возможность владельцу кинжала наносить противнику электрический удар этот кинжал в основном упоминается в связи с героями странниками меч умбра встречал меч умбра по крайней мере меч умбра я тоже встречал по моему меч умбра был заколдован он либо в поместье лежит у меня либо он у этого торговца с кампо мне кажется так меч умбра был заколдован древней ведьмой на энра в вар его предназначение ловить в плен души используемый в сочетании с камнем душ этот меч позволяет заточить душу противника в камень на энра была убита в наказание за ее злые дела но меч она спрятать успела этот меч очень разборчив в выборе носителя и прячется подолгу пока не появится достойный обладатель кольцо дэнс дэнстагмера все что про это кольцо известно оно дает защиту от каких-то элементарных элементальных сил кто такой был дэнстагмер тоже неизвестно шлем о рейна медвежьего когтя о рейн медвежий коготь один из легендарных героев воленвуда сын короля фауми жабоглаза он был признанным охотником клана и будущим лидером легенды лесных эльфов рассказывают как он одной рукой поборол змеи ведьму глен фаунве из эльфийских лесов принеся мир своему клану о рейн успел совершить еще много подвигов прежде чем потерял жизнь в катен флу его шлем поместили на монумент сооруженный в честь героя как напоминание о нем будущим поколениям но когда клан ну когда клан разделился шлем был потерян и с тех пор его видели у разных искателей приключений этот шлем повышает ловкость и выносливость обладателя доедрический полумесяц доедрический полумесяц один из самых редких и практически объявленные вне закона артефакт такие клинки использовала армия мехрундагона при захвате Бэтлспайра практически все такие клинки были уничтожены после возвращения Бэтлспайра империи но один похоже остался хотя империя заверяет что все они уничтожены слухи говорят что один такой клинок остался цел и находится где-то в Тамриэле хотя никто его толком не видел клинок дает своему обладателю возможность наносить врагам страшные раны парализовать противника и наносить сильные повреждения его доспеху достойная вещь для любого могучего воина но нет полной уверенности в том что она существует так я полностью прочитал книгу о знаменитых артефактах и давайте посетим сам вернее попробуем обворовать этот музей если у нас получится так на второй этаж ну тут скорее всего все кишит стражниками хотя кстати их можно повернуть и где тут музей артефактов что-то я не понял а где сами артефакты то есть получается их а вот они лежат молот стендара о май гад рубящий урон 100 вот это жесть так а у меня какой там урон наносится хризомер 70 слушайте ребят правосудие я предлагаю украсть этот молот я думаю что мы это сможем сделать то есть достаточно просто а отвернуть вот этих парней от него отвернись да вот он в принципе отвернулся они смотрят сейчас другие стороны я этот топор сейчас точно стащу он у меня правда он неподъемный блин сколько же он весит то чё за жесть вес тысячи вы чё прикалываетесь вес тысяча килограмм тонна тогда выбрасываем его обратно нахрен тогда я его выбрасываю но это жесть ну видать разработчики решили что как-то слишком это просто игроку такой артефакт давать ну хорошо но в этом музее по сути ничего нету то есть вот все вот эти вот штуки на которых должны лежать артефакты они пустят так ладно музей я посетил зал мастеров так это чё за странный тип тарен не в свое дело андарен а это тот чувак который крадется кто ты зачем ты следишь за мной тебя послала моя жена да я знал что она шпионит за мной и главное безо всякой причины эта женщина не спускает с меня глаз даже когда я просто хочу пойти в бар что ж ты можешь сказать моей дури жене что у меня с ней все кончено темный эльф и не дай бог если я увижу что ты опять шпионишь за мной я был пойман тареном андареном при попытке шпионить за ним и он сказал что теперь он бросит свою жену ей не понравится когда он слышит какую-нибудь так давайте загрузимся ребята оказывается он крался не просто так я когда молот воровал я же сохранился поэтому сейчас мы просто за ним проследим и все только почему-то вы к сожалению к сожалению пусть у меня такое ощущение что все бесполезно то есть похоже я сохранился то уже после того как с ним поругался что-то я не понял что происходит он уже не прячется да что ты о себе воображаешь ты зачем ты следишь за тареном я видела это не пытайся отрицать тебя послала его жена да что ж я разберусь с этой женщиной после того как разберусь с тобой а так они вот они изменяют они оба изменяли свои жене и на меня напали ну окей раз напали значит блин ну чуваки были любовниками ну зачем же их убивать ну они сами напали что мне оставалось я убил делину сиран женщину с которой тарен андарен изменял своей жене я должен доложить об этом делдрис андарен слушайте давайте я сразу доложусь делдрис андарен жалко что так получилось к сожалению брак сохранить но мне кажется брак сохранить было в этой ситуации невозможно правильно же конечно нет не могу поверить ну я до него доберусь тарен мертв что ты наделал о нет рыдает что я теперь буду делать я не хотела его смерти рыдает убирайся убирайся немедленно я доложил долдрис андарен о смерти ее мужа она осталась недовольной моей работой отказалась компенсировать мне мои усилия и потребовала чтобы я убирался с глаз долой ты убил его я не хотела его смерти рыдает убирайся убирайся немедленно так попробуем сейчас применить у меня есть какой-то амулет который настроение повышает я очень надеюсь что это поможет здесь нет что смотреть да уж мне очень жаль что так получилось ничего я могу сделать так зал мастеров погнали в зал мастеров я там тоже еще не был как я прыгаю высоко ну-ка давайте со стороны посмотрим на прыжки охренеть выше своего роста прыгаю реально выше своего роста охренеть зал мастеров ну-ка 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 прикольно что мы тут увидим секретный офис мы печатаем правду это те чуваки которые газету распространяют вот они что в подполье про этого чертового этого королька как его там зовут хелсита трэлс варис друзья на вашей стороне что ты делаешь здесь я предлагаю тебе как можно лучше взвесить твой ответ так как этот офис и то что мы делаем здесь все это очень секретно и мы намерены сохранить эту тайну даже если это будет означать что ты не выйдешь отсюда живым прошу прощения я всего лишь честный вор взломщик и мне не нужны проблемы я понимаю ты сделал серьезную ошибку я не одобряю твои твоей торговли но я понимаю что человек находящийся в отчаянном положении или крайне жадный человек может опуститься до преступления не будучи объявл отъявленным негодяем хорошо ты можешь идти да мне не мне бы хотелось сохранить местонахождение нашего офиса в тайне но я не буду убивать тебя ради этого просто иди и держи свой рот на замке это вот те чуваки которые газету печатают давайте попробуем в доверие к ним войти ну у него настроение продолжает падать давайте попробуем улучшить его настроение к сожалению моё кольцо очарование иссякло так у меня привлекательность на 98 уровне не надо как-то войти к ним в доверие я уверен что они могут дать квест кольцо варенеры к сожалению иссякло какой-то глаз аргонии я не знаю можно положить вариант я ищу глаз аргонии какой глаз аргонии я хрен знает мы печатаем правду горькую правду поговори с боссом а я здесь всего лишь наемный работник а кто босс босс тот чувак с кем я разговаривал да не говори со мной поговори с боссом а мы просто работаем здесь но не сдумай выкинуть какой-нибудь фокус или мы так тебя успокоим что мало не покажется поговори с боссом а мы просто работаем здесь мне нечего сказать если ты хочешь поговорить поговори с варисом вот они видите газеты здесь печатают подпольщики так называемое сопротивление мы печатаем правду горькую правду им большой респект и большое уважение за эту работу так загружаемся я не хочу терять не хочу терять отношения в принципе мне кажется когда у меня амулет вот этот зарядиться амулет который очарование повышает то можно к ним вернуться и может быть они дадут какой-то квест что-то мне подсказывает и у нори фауз это так скучно ты говоришь со мной темный эльф я полагаю тебе нужны доспехи или что-нибудь из оружия ну тогда почему бы тебе не убрать это лицемерное выражение лица и невежливый тон и не поговорить непосредственно кузнецом а я же всего лишь подмастерье я не могу ничего предложить тебе можешь считать что меня здесь уже нет точно я слишком хорош для этого места корячиться около горячего горна это работа которая больше подходит плебеям я имею ввиду посмотри на старого болса на его рваную запятнанную потом и слюной рубашку его голову похожую на гигантский арбуз пораженный корпусом на его нетвердую походку он же похож на гуара пораженного венерической болезнью это чудо что он еще забыл надеть штаны сегодня утром а теперь сравни его со мной да только посмотри на меня я само совершенство посмотри на эти ногти ты знаешь сколько мне пришлось заплатить этим грязным маникюршем и схвалу посмотри на мое безупречное телосложение идеальные пропорции моего тела ты думаешь боги создали такое совершенство чтобы я гнил в этой кузнице конечно же нет мунеиный друг для меня ясно что мне суждено стать искателем приключений стать искателем приключений ты издеваешься надо мной сосунок я достигну высот о которых ты даже не мечтал ты думаешь у монстров и злодеев будет хоть один шанс когда они встретятся с таким великим человеком шагающим им навстречу нет они дрогнут и попадут в обморок при одном взгляде на меня я буду расшвыривать их тела одним взмахом руки мое величие неизбежно откровенно говоря я собираюсь отправиться на поиски приключений уже сегодня запомни мои слова темный эльф когда ты заглянешь сюда в следующий раз меня ты здесь не найдешь сегодня я повстречал ну очень грубого ученика кузнеца по имени Илнори Фауст он сказал мне что планирует стать искателем приключений и что очень скоро он покинет своего учителя ты слышал что я сказал ты ничтожная тварь так наверное второй этаж пока не пойдем нужны доспехи на заказ боя с недоленом тогда именно тот кто тебе нужен приветствую темный эльф добро пожал к мою лавку ты пришел приобрести что-нибудь из моих знаменитых доспехов на заказ я вижу ты уже познакомился с моим очаровательным в кавычках учеником Илнори Фаустом да он мой ученик он последний имперский ученик с другими такими я даже разговаривать не буду он работать то не может постоянно сидит и полирует свои чертовы ногти и говорит мне какой я чурбан я сомневаюсь что он так долго протянет похоже он его влечет к смерти как магнитом доспехи на заказ да я делаю абонитовые стеклянные доспехи на заказ но все же моей основной специализацией являются адамантиновые доспехи в скалах под Морнхолдом есть адамантиновая руда и наша семья многие поколения славятся мастерами по адамантину ты должен предоставить мне адамантиновую руду и оплату за мою работу и я сделаю для тебя адамантиновые доспехи вот у меня есть отпечатанный список требований и цен на доспехи посмотри его если ты заинтересуешься и у тебя есть адамантиновая руда и золото обратись ко мне мы подпишем заказ наряд и ты получишь новенькие доспехи всего день спустя прайс лист доспехи на заказ в вашем рюкзаке болтс Индолен делает доспехи на заказ он дал мне список своих требований и цен если у меня будут необходимые материалы и золото я могу поговорить с ним подписать заказ и день спустя я получу новенькие доспехи да я делаю банитовый адамантиновая руда где адамантиновая руда где под морхолдом ну это конечно же тайна он очень дорог и его можно найти только в очень труднодоступных и опасных местах но время от времени появляется какой-нибудь искатель приключений с грузом руды чтобы сделать себе шлем или наручи вероятно еще кое-где можно найти новые залежи так ну стеклянные ебанитовые доспехи мне не интересны что будет здесь хорошо это просто это очень спокойно так это что что так Так, ну, с этим все понятно. Я гаг, гро-глюк. Что тебе нужно? Я здесь работаю, а болтать мне некогда. Так, ну, ладно. Поговорил. У меня этот квест тоже высветился в журнале, что ли? Ученик кузнеца. Сегодня я повстречал, ну, очень грубого ученика кузнеца по имени Илнори Фауст. А что он такой, правда, грубый? Может быть, попробовать с ним договориться? То есть, как-то помягче поговорить. А куда он делся, кстати? Он же только что здесь был. Странно. А, вот он стоит. Только что не было, а теперь стоит. Это необходимо? Не надоедай мне, у меня нет времени на пустые разговоры с такими, как ты. Блин, у меня заклинание очарования какое-нибудь применить бы. Слушайте, у меня точно должно быть заклинание очарования. Сейчас попробуем что-нибудь подобрать, чтобы настроить всего в дружелюбное русло. Так вот, ну, прошу я думаю. обаяние вот и заклинание увлечение привлекательности но обаяние это конечно мне кажется слабое заклинание ну попробуем нет ну смотрите он вообще не разговаривает очаровывающее конец очарование очаровывающее касание ну-ка вам не хватает энергии пипец ну давайте зелье восстановления магии выпьем вам не хватает энергии чтобы сотворить охренеть короче хрена хрен с ним тогда не буду я с ним заморачиваться так давайте на второй этаж всего тебе самого наилучшего привет как дела хочешь посмотреть на мою потрясающую коллекцию утвари утвари ах превосходная божественная утварь ее никогда не бывает много ты понимаешь о чем я говорю путешественник утвари везде куда бы ты не кинул взгляд жители там реле набивают свои дома безвкусной утварью от которой даже дикий когуть отвернулся бы стал столы забиты тарелками и прочей посудой бутылки стоят на бутылках бочки и корзины набиты подушками все это и есть моя все поглощающая страсть я коллекционер понимаешь я думаю что моя коллекция утвари морровин да почти завершена посмотри вокруг хотя мы и полки заполненные морровинской утварью производят потрясающее впечатление экспозиции еще не завершена я ищу мужественного и решительного искателя приключений который сможет стать моим чемпионом утвари и отправиться на поиски предметов необходимых для завершения моей коллекции ты заинтересовался конечно же я щедро вознагражу тебя я буду рад помочь превосходно в настоящий момент мне необходимы два предмета для моей коллекции имперской утвари во-первых рулон ткани сотканный из шерсти имперской крысы его легко узнать по бордовому цвету и ромбовидному рисунку ткани и во-вторых полированный серебряный кувшин пожалуйста возвращайся ко мне когда у тебя будут два эти предмета я согласился помочь эксцентричному дейтритусу гар гаррия пополнить его коллекцию утвари в настоящее время ему требуется два предмета во-первых рулон ткани сотканный из шерсти имперской крысы это бордовая ткани с ромбовидным рисунком и во-вторых полированный серебряный кувшин ты принес мне рулон ткани нет не принес продолжим друзья в следующем часе это очередной квест да у нас журнале честно говоря квестов уже просто навалом когда их всех выполнять непонятно продолжу сейчас всем пока